Сезон школьных каникул можно считать открытым. Более 800 юных тверичан 1 июня поехали в летние лагеря. По традиции, все, кто отправляется на отдых, собрались у Дворца творчества детей и молодежи областного центра. Подробности в нашем следующем материале. В прошлом году из-за ковида они не собирались. И вот долгожданная встреча. Детские лагеря снова открыты. Впереди привычные летние развлечения. Десятилетняя Варвара Монашина отправляется на летний отдых впервые и с нетерпением ждет увлекательных мероприятий в лагере «Радуга». В лагерь я еду в целом в первый раз. Ну, я очень же хочу туда попасть. Дискотеки, конкурсы, всякие. Ну, мы там будем веселиться, эстафеты, бегать, прыгать. Пользу от такого отдыха вдали от города вместе со своими сверстниками видят не только дети, но и их родители. Новые знакомые, новые впечатления, жизнь интересная. Потому что сами понимаете, что сейчас в наше время дети либо к гаджетам привязаны, а родители слишком работой заняты. А там им будет интересно, весело. Весело провести лето. Не дома в телевизоре, как последние в гаджетах, в телефонах, а чтобы на природе, на улице, в компании, с друзей. Этим летом детей примут 8 муниципальных загородных лагерей. Дружба, Радуга, Романтик, Спутник, Чайка, Ровесник, Звездный и Ромашка. Организаторы детского отдыха уверены, что сезон будет творческим, мечтательным, а главное, безопасным. В этом году нужно соблюдать особые санитарные требования. Мы предлагаем огромные усилия и администрация города и управление образования прорабатывала вопрос организации деятельности летних лагерей в четком соответствии с существующими нормативными санитарными правилами. Наполняемость лагеря не более 75%. С 1 июня работу начали и пришкольные городские лагеря. Программа здесь не менее насыщенная и увлекательная. Дополнят ее спектакли, мастер-классы, квесты, которые подготовили для детей сотрудники Дворца творчества детей и молодежи. Открыли летний сезон во Дворце праздничным концертом и юмористическими зарисовками. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова